Хороший мой, всем добрый день! Сегодня будет видео обзор покупок с детского мира. Это детское питание. Ничего в принципе не поменялось из ассортимента. Все то же самое. Единственное, вот новый мы взяли чай, который хотели. О, Лёва мне помогает. Чай детский травяной, яблоко-малина, черная смородина. Он был по акции 109 рублей, но на акцию я не успела. И получилось так, что я очень давно хотела этот чай, потому что здесь яблоко-малина, черная смородина. Малыш должен, думаю, пить, потому что он такой ягодный, ягодно-фруктовый. С ромашкой он как-то не очень. Хотя я ему все равно предлагаю чай с ромашкой. Он так периодически то пьет, то не пьет. Но вот этот ягодно-фруктовый хочу попробовать. Я его уже открыла. Он был в пленочке. Я его открыла. Малышу не понравилось. Я думала, что сильно аромат будет смородинный, но почему-то такой очень слабенький аромат. Почему-то прям очень слабенький. Возможно, это натуральный чай, а мы покупаем с ароматизаторами. Поэтому на ароматизаторах сильный такой аромат смородины, малины. Но не знаю, я заварила пока только один пакетик, но особо его немножечко не поняла. Попробую еще раз, потом позже вам расскажу. Такой вот чай. Вот описание у него. В принципе, мне кажется, то же самое, что и с ромашкой. Чаек. Вот такой. Так. И из новинок будет молочный коктейль. Молочный коктейль получается так. Агуша. Это новинка. Раньше я не видела у Агуши таких. И написано, что новинка. Со вкусом земляники и со вкусом черники у нас еще есть. Каждого было по три баночки. Так. Вот так. И у нас состав. Так, состав молоко нормализованное, сахар, сок земляничный, концентрированный сок из свеклы, концентрированный, ароматизатор натуральный. Ароматизатор все-таки добавлен, да, тут. Ну, взяли попробовать. Мы открыли уже с черникой. Ну, в принципе, такой вкусненький, жидковатый. Если вот фруктоняня, мне кажется, он немножко гуще идет. А вот Агуша чуть-чуть такой жидковатый. Ну, в принципе, можно вот такие вот молочные коктейли делать. Клубничка пошла, бананы можно купить. В принципе, можно делать самим. Вот хочу попробовать сделать сама коктейль. Ну, а с другой стороны, делать в маленьких количествах тоже как-то, да, вот. А можно сделать для всей семьи. Большую порцию сделать для всей семьи, да, клубничный коктейль, например, да. Собрать клубнику или какую-то другую ягоду с огорода, там, сдачи. Или с бананом сделать. Ну, я в бананом коктейль еще добавляла белое мороженое, пломбир. Но малышу мы пломбир не добавим, потому что все-таки там много сахара, какие-то добавки различные. Поэтому для малыша можно перебить в блендере банан и молоко. Или какую-то ягоду и молоко. В принципе, будет неплохо. Так, взяли вот такой вот фруктоняня, клубника, земляника. Такой мы уже покупали в обычном продуктовом магазине. Но вот решили еще заказать на Детском мире, потому что в Детском мире мы только покупали с малиной, по-моему. Есть с бананом, но я с бананом не вижу смысла покупать, потому что с бананом можно сделать самим. У нас что такое здесь? У меня тут набросано, малыш бегал. Так, земляника, это все сюда. А малышу очень нравится отрывать вот эти вот трубочки. Надо их не выбрасывать, оставлять, потому что на каких-то вот уже не хватает. Вот здесь уже оторванный, чтобы потом было удобно с собой на прогулку взять или куда-то вот до бабушки поехать, чтобы даже дома просто, чтобы не с кружки он пил, а с трубочки. Хотя, знаете, я, наверное, так приучила своего малыша пить с трубочки, что сейчас проблемно пить с кружки. Конечно, он может пить с кружки, но сам пока кружку не держит. Только вот с моей руки, потому что если сам будет, то он на себя все прольет. Так, дальше. Вот этот вот с черникой. Агуша, молочный коктейль с черникой. Ну, в принципе, с черникой можно купить, да, если у вас нет там черники, не растет нигде, да, то можно купить с черникой. Если ягода какая-то растет, то я не вижу, наверное, смысла покупать. Хотя купила попробовать, но ничего страшного, будем еще делать сами готовить. Так, взяли кукурузные палочки. Яблоко бананы, как-то давно их не брали, потому что что-то у нас была проблема с питанием, я как-то особо не брала их. Сейчас я опять взяла, потому что у нас оставалась одна пачка, малыш их быстро схрумкал всю пачку, поэтому вот взяла. Это как, у нас заказ будет больше как лакомство какое-то, потому что, так я варю малышу супчики, кашки, различные фрукты покупаем. Но вот какие-то такие вот перекусы, какое-то лакомство, водичка, соки, вот такого как-то особо и нет у нас, поэтому я решила купить. Так, дальше, дальше вот такие вот хлебцы яблока, со вкусом яблока, мы уже брали такие вкусненькие, малышу нравятся. Так, вот такая вот мы уже открыли, это яблоко, клубника, банан, смотрите, как они выглядят, вот такие вот, открытые, там в форме звездочек, там шестиугольников, пятиугольников, разные формы круга, лише есть. Так, хлебец, яблоко, персик. Так, дальше, давайте скажу по батончикам. Батончики были все по три штуки, получается, яблоко, клубника, злаки было три штуки и яблоко, банан тоже было три штуки. Уже малыш схомячил, так, малыш уже скушал. Так, дальше вот открытая у нас пачка, кстати, попалась яблоко, малина, малыш так периодически их кушает. Так, ну я растягиваю на несколько дней, вот такие вот они там внутри. Вот такие мармеладки очень хорошо в дорогу, тоже очень удобно, что она не крошится, не сыпется и хороший такой небольшой перекус для малыша. Так, взяли печенье, потому что печенье было по акции. Так, муки злаковая маленькая, по-моему, она стоила всего 33 или 34 рубля. Вот такое печенье. Маленькие пачки очень удобно, также можно с собой взять. Также вот вы открыли, да, день-два и уже печенек нету, очень удобно. Это муки злаковая, три штучки мы взяли. И печенье с земляникой, их взяли 5 штук. Цена такая же, 33-34 рубля. Взяли 5 штук, чтобы они были, потому что печенье улетает быстро, как бы, да, но такое прям вот утром с кашей может покушать, может так вот, например, с каким-то коктейлем или соком, с компотиком попить печенье. По 2-3 печеньки там съесть, да, вот так вот взять, бегает с печеньками и кушает. Таких больших пачки. Я хотела взять 2 больших мультизлаковых, но мультизлаковое, к сожалению, уже разобрали. Оно было по 100 рублей. Мы взяли 2 пачки пшеничного. Даже дешевле, 79 рублей пачка. Смотрите, какая большая. У нас в продуктовом магазине такая пачка большая стоит 140 рублей, поэтому очень выгодно взять в детском мере. Так, взяли вот 2 пачки пшеничного. Кстати, в предыдущий раз брали, оно какое-то прям сильно такое твердое было, твердое, прям хрустящее такое. Обычно оно такое, ну, нормально как бы откусывается, да, хрустящее, но не сильно. Возможно, что-то у них там с рецептурой, что-то, может, нарушилось. Так, взяли 3 бутылки воды, но сейчас их 2, потому что одну малыш уже выпил. Яблоко-виноград и яблоко-вишня. Еще были садовые ягоды. Садовые ягоды малыш выпил. Кстати, малыш, знаете, вот он то любит эту водичку, то нет. Смотря по его настроению, по его желанию, как бы он может выпить эту водичку, может чуть-чуть попить и все, может вообще не приторонуться к этой водичке. Как бы, но все равно, вы знаете, вчера, вчера, позавчера он выпил эту бутылочку. Ну вот. Ну, считаю, в принципе, неплохая, потому что это вода, перемешанная в сок. Если вы не хотите давать прям вот такой вот сок, да, то можете купить вот такую вот водичку. Это вода, перемешанная с соком. В принципе, наверное, здесь не так много сахара, как в самом соке, да. Поставь яблочный сок, вишневый сок, вода. Все, больше здесь ничего нет. Пять соков, так, яблоко, черная смородина. Хочу сказать, что у нас этот заказ был доставлен доставкой, да, мы заказывали доставку. Это очень удобно, это экономит и время, и деньги, и то, что вам привезли. Кстати, сейчас в детском мире доставка почему-то бесплатная. Раньше было 149 рублей. Смотрите, если вот приходит вот такая вот какая-то мятая, да, коробочка, но это еще не критично, но бывает прям сильно мятые, прям уголки сильно замятые. Мы малышу такие пачечки не даем, мы выпиваем их сами, потому что я считаю, что где-то, может, там что-нибудь, ну, как-то нарушится, может, герметичный. Малыш в день выпил целых две пачки сразу, вот, и потом еще одну выпил, потому что осталось всего две, было их пять. Это яблоко, персик. На соки тоже была акция, всего 29 рублей стоила баночка вот этого вот сока. Вот, ну, в принципе, выгодно, и вот мы их заказали. Такие акции были на соки, такие мы и заказали раньше. Если бы я немножко раньше заказала, то соков было больше, потому что акции там прям на все, по-моему, соки, почти на все была акция по 29 рублей. Сейчас вот какие-то вот единицы какие-то. Да, так, как-то из молочной клубники-земляника я вам показала, три штучки у нас. Дальше взяла морсики. В основном сейчас я делаю акцент на морсики, на компоты, хотя их можно и варить самим. Я варила малышу кисель, но кисель первый раз малыш попил, второй раз как-то, вот, я ему сварила, он не захотел, может быть, сильно кисловатый был. Варила со смородины клубники, жимолости и яблоко. Вот, ну, как-то вот что-то вот не захотел, не понравилось ему. А вот такие вот морсики, компотики, он хорошо, ему нравится, он любит такие. Поэтому, если любит, поэтому мы их и покупаем. Но буду пробовать еще так экспериментировать сама, готовить морсики. Ну, не знаю, посмотрим. Потому что, когда ты готовишь сам морс, он получается очень кислый. Приходится добавлять как бы нормальное количество сахара. Вот, сколько как здесь добавлено, даже я вот не могу вам сказать, сколько тут. Тут вот наш так, ну, здесь написано, да, сахар, пюре из клюквы, сок из малины. Вот клюква, она кислая ягода, да, малина, сок из клюквы, сахар, регулятор кислотности, кислота лимонная. Ну, вот единственный минус, что кислота лимонная добавлена, как бы, но с пяти месяцев. Так, малыш пьет, малышу нравится, покупаем. Так, это получается морс, клюква и малина. Когда ему понравятся мои морсики, уже покупать мы не будем. Ну, там, если только куда-то в дорогу. А так, в принципе, я думаю, потом уже не надо будет, если он научится уже пить мои, да, морсы, которые я буду готовить. То, да. Так, вот такой морсик ягодный, он тут идет с чем, сейчас посмотрим. Так, здесь получается пюре из клюквы, пюре из черники, сок из вишни, сахар, регулятор кислотности. Здесь вишня и черника еще добавлено. Так, дальше. Компотик. Здесь было пять штук, но на данный момент их четыре. Яблоко, изюм, курага. Малышу понравилось. Кстати, как-то вот я варила вот такой вот компот, но малышу почему-то не очень понравился, который я сварила. Возможно, он был какой-то пресный. Это, наверное, знак, что мне нужно научиться правильно, вкусно готовить компоты, морсики. И поучиться мне стоит. Хотя это, можно сказать, очень простые, такие легкие, простые напитки, но малышу не нравится. Значит, что это не то. Мужу нравится, муж любит морсики, компоты, кисели, пить, которые я готовлю. А вот малышу как-то не очень. Так, компот, вишня и малина. Пять штучек их. Дальше взяли кисель. Кисель малыш тоже очень любит. Взяли их пять штук. У нас здесь два вида. Клубника, малина и персик, маракуйя. Тоже было по пять штучек, но уже малыш выпил. Может быть, знаете, может быть, даже папа помог, потому что папе тоже нравится и покупной кисель, и такой, который я готовлю. Ну, в общем, вот такой вот у нас был заказ. Кстати, у нас еще в заказе были пустышки, потому что этот заказ был основан только на пустышках, так как малыш грызет их очень быстро, они быстро улетают у нас эти пустышки. Но без пустышки он все равно не может, как бы он ложится спать, ему нужна пустышка. Он даже в течение дня может ее брать, пустышку, но я стараюсь забирать, потому что лишний раз как бы не нужна нам пустышка. На прогулку без пустышки ходим. Ну, стараюсь как бы, чтобы он отвыкал от пустышки, потому что он уже такой уже взросленький, она уже нам не нужна. И вот стараемся отучать его от пустышки. А пустышку я выложу следом. Всем хорошего дня!